Имеешь ли пророчество по мере веры? Вот дома еще раз, когда будете считать это место, сами себе задайте вопрос, ко мне это относится или нет, то есть кле, конкретно. Имеешь ли дар пророчества? А где пророки сегодня? Ну мы знаем пророков, начиная с Моисея, пророк Божий был, и дальше все пророки, пророки, потом же апостолы. Апостолы были ли пророками? Сколько раз это сразу возникает? А вообще в функции пророков что входит? Пророк тот, кто такой вперед, знает. Пророк это тот, кто провещает дела в Божии. И ему Бог открывает иногда будущее, иногда прошедшее, а иногда настоящее. Прошлое знать это тоже дар пророчествий. В полном смысле пророчество это проповедание. Моисей знал, как сотворен мир. А как он мог знать? До него же это было за много лет. И он знал, как разговаривает, ему и речь пишет, змей сказал, двоеточие стоит. Это тогда большую смелость сказать, что вот именно так, и ни одного слова лишнего не сказал, кавычки закрыты опять. Ева сказала, ему это открыто было Богом. И он видел настоящим глазами не всех людей, а по-другому видел. И видел, что будет завтра. Пророки попадали в очень невыгодное положение перед людьми. Иногда они говорили, что там не бывало. И он оставался пророком Божьим. Я понимаю, какое огорчение было их, что не по их было. И они что ли, что говорили по побуждению Духа Божия. И однако это не использовалось. И огорчение их было такое, что просили, лучше меня убей, Господи, чем на глаза этим людям попадать. Вот бессовестные правители сегодня, они этого не понимают. Вот один правитель говорит в 91-м году, что если будет повышение цен, то голову положу на рельсы. И весь мир это знает. А в 32-м году повышение цен произошло в 2 раза. А до 97-го года в 10 тысяч 40 раз. И голову на рельсы не положил. То ли рельсы все разобрали, головы на плечах не было, что-то одно из двух. Или совести не было. Вот это как раз говорит о том, что для пророка такая здесь негодетка. У пророка совесть должна быть чиста. А те, которые видят, что сказал что-то человек, по слову Божию, не сбылось, побить его камнями. Побить, потому что это уже пророк. Вот я все эти места сейчас посмотрю, что говорит Библия. И кто, как мыслит. Четвертая книга царств. Восьмая глава, десятая. И сказал Елисей. Пришли от сирийского царя Винодада спросить о здоровье. Выздороветь ли? Он сказал, выруют. А слушает его послание, приближенный Азоил. Ну, сказал Елисей, выздороветь. Я не думаю, что пришел в министр, и с ним не было подчиненных. Так не бывает. Это охрана. И все люди слышали. И Елисей, и пророка один не было. У него написано, были пророческие ученики. Все это слышали. И все говорили, выздороветь, выздороветь. А слова, молва пошла. А на завтра этот человек был уже мертвый. Этот самый Азоил пришел и убил. Так выздоровел или не выздоровел? А почему было бы не сказать так? Ты убили, и ты его убьешь. Он перед ним убийца-то стоял. Так ему пророку было открыто или нет? Загадка по сегодняшний день. А оказывается, в проекте здоровья шанс был выздороветь. Болезнь пошла по другому руслу. Но вот вмешивается человеческий фактор, называет сегодня. И был целом переворот. А пророчество имеет смысл, даже когда не исполняется, когда что было запрограммировано. Люди-то этого не понимают. Вот читаем четвертая книга, царь, 20-го, 1-й стих. В те дни заболел царь Езекиас смертельно. И пришел к нему пророк Исаия. Пророк Божий к великим пророкам относится. И сказал, так говорит Господь Бог, сделай завещание, ты умрешь и не выздоровеешь. Понимаешь, что у царского адра были врачи, консилию. Решительное слово нужно было, вызвали пророка. Царь Александр III вызывает на юг Иоанна Кронштадта. Выздоровели я или не выздоровели? Он так же точно болел, тот над ним руки. Болился, ясно, большая надежда вся Россия молится. У него могучая здоровье, как дуб был. Один из самых могучих царей. Он внезапно раз умер. История повторяется иногда. Ну и что? Умрешь и не выздоровеешь. А вот сейчас люди сразу, давайте скорее в диагностический центр, снимки сделаем, а если скорее опровергнем. Ни один человек в мире не опровергнет. Полезнь это слуги царя Всевышнего. Он послал слуг. И его пророк возвестил. И пророк пошел спокойно домой. Господнее слово не возвращается тщетным. А он-то ведь не умер. А почему же не умер? Обстановка пророчества Божия от пророка великого. А потому что этот человек, как он сказали, он изменил все, отвернулся к стенке, написал и заплакал. Господи, вспомни, как я ходил перед Тобой. Я старался заповеди Твои не нарушать. Я старался в государстве сидеть по-божески. Пророк еще не вышел, Бог говорит, стой, поверни назад. Ситуация изменилась. Стой, я убираю. Господи, ну то-то я сказал, что не слышали. Со мной шли ученики, сейчас какая молла пойдет. Уже пророк сказал, а ничего не сбылось. Побейте его камнями. Человечник возвращается и говорит, увидел Бог слезы Твои. Отменяет первое, как будто не было сказано. Слово Бога уже не тщетное, оно не тщетное. Оно вызвало покаяние. От этого было сказано. А Бог умереть? Он и должен был умереть. И не выздоровеешь. Однако выздоровел и оставил прекрасный молитв. И я сказал, веди себя тихо, Езекиев. Как ласточка, как орлинка. Я тасковал, и голос у меня изменился. И он вышел, так делался простой. До этого прятал все. А тут все открыл, всем слухом все показывает. И показал, какие сокровища есть иностранцам. Пророк Исаия после пришел и спросил, ты все показал им? Да. А зачем показал-то? Ну как, меня Бог, видите, наградит годами и богатством все. Так вот, все, что есть, это все пойдет в иностранное государство. Все это утечет в Израиль, это утечет селестимлянам. Говорит, благословен мой Господь, и хорошо, что нашу Россию разграбят. Я благодарю. Вот как лет нужно было. А не здесь. А кто придут? Сириане, ограбят Россию. Золотой пас. Он ничего не сказал. Он говорит, благослово ты, Игорь, ты хорошо сделал, что сказал мне это. И он 15 лет жил, мне этого слова не сказал против. Так пророк был или лжепророк, или фейн. А Исаия был пророк или лжепророк. Ты еще раз думай в этом. С какой, говорится, колокольней будешь смотреть? Смысл вожественного слова заключается в привидении, обличаемого как-то право, говорит. А в лжепророке они все замазывают. Видят тренировки, не разрушится государство, ничего, вперед к победе коммунизма. У него нет. Разрушилось, он второе здание строит. Вот пророк Иона. Никто не сомневается, что Божий пророк? Ему было дает повеление. И он понимает, что выполнить его невозможно. И при том, к кому? Меня, чистопородного еврея, посылает к каким-то грязным язычникам. И он берет билет. Видимо, в предварительной кассе все забронировал. И садится на корабль, попал в совершенно другом направлении. А когда уже буря-то застегла, его допрашивают. Он говорит, я иудей, чтю Бога Всевышнего. Он чтит Бога так. В другом направлении идет, а о себе мыслит так. И Бог ему не сказал, ты бори, не нели город великий. И считается город, у которого миллиона жителей было. Я не знаю, так ли, но историки говорят. Мы считали, какой Вавилон был. Этот город в то время было 120 тысяч жителей. Гибрия так говорит. 120 тысяч, это тоже много. И вот ему дано указание было обходить этот город в сотни дней непрерывно. И он пошел. Он говорил, три дня непрерывная пропасть учала. Еще в сорок дней недели будет разрушено. Еще в сорок дней недели будет разрушено. Если бы сказал, если бы покаетесь, и Бог изменит положение, этого не было сказано. Я за то, что он надежды не дал никой. Ну, пророк Божий, это или не пророк? По книге-то книга пророка Иона. И вот он вышел и ждет сорок дней. Он по часам смотрит, когда я начал. Так, сейчас загрохочет, молния из неба. Она провалится или водой затопит. Ну, разрушена будет. И в сорок первый день из Астана он. Как на глаза людей явиться. И Господь ему тогда и показал. Вырастило растение, которое покрыло его. По-фалянски написано тыква, широкие листья. Ну, не надо видать тыква, оно в виде куста видать. И он там спасался. Может, и она была грелая, а солнце спасал. А Бог сделал так, червячка. Он дал, что корешок подковырял, подгрыз, засохло. И он стал против смерти. Господь, ты так озорчился за одну эту тыкву. Да, Господи, смерти. Да как же мне было не пожалеть 120 тысяч людей, которые лево-право не отличают. Да как я пророк имел уже пророк, он мог бы сказать, ты пророк, ты выполнил его миссию. А я извиняю тебя, я постановляю тебя. Ну, ты бы сказал слово «есть». Хотя бы один раз я не сказал, тогда бы два варианта разыгрывалось. Никаких вариантов. И вот когда нет каких вариантов, человек сам избирает. И царь приказал поститься скотине. Детям три дня не пить и не есть. Вот настоящий пост. Православным надо к этому прибегнуть. А патриарх бы призвал, ну призвал. И что? Мусульмане, которые стражайше смотрят за исполнением законов, у них стражей замской революции, которые во время поста ходят и проверяют. И нашли на данные рабочие, обедали до первой звезды. А у них нельзя, если будешь, нельзя разрешить белая или черная нитка. По нитке определяется это. Всех сорок наказать. Всех сорок обстраповать. Всех сорок арестовать. Такие законы. А нарушают? Нарушают. Потому что каждый волен сам в своих действиях. И вот начал его находить по городу. И проповедовал, говоря, еще сорок дней не неве будет разрушено. И поверили ведь они Богу. И увидел Бог, что они обратились от злого пути своего. Пророк на ум. Третья глава, седьмой стих. Он обращается так же, говорит, будет разрушено. А дальше смотреть от результата. Вот книга Тавита. Четырнадцатый, четвертый стих. А пророчество это прошло. Не неве будет разрушена. Это мы сказали. Это Бог сказал. Она не разрушена. Стоит два, десять. Процветающий город. Да еще у них лучше дело пошло. И вот умирающий Тавит говорит сыну. Но говорит открыто, что не неве будет разрушена. Бог сказал. Но царь сумел покаянием отодвинуть. И так, сын мой, отправляйся в Мидию. Ибо я уверен, что не неве будет разрушена, как и сказал пророк Иоанна. Если на нем не исполнилось о другом, так же было царей Сыдекием. Так же было с Ахавом. Преступнейший царь. Изреченный на него пророчество его изменял. Вот мы читаем. Кого Бог милует и за что? Был один царь такой языческий, который решился изменить постановление предыдущих царей. Шли в одном направлении, решил политику изменить. И говорит, сколько же можно евреев держать? Сколько живут они? Все у нас нормально. Ну и нашлись такие благодетели еврейского народа. Нееме. И перед царем доброе положение. Расположение получилось. И Бог его отпускает. И этот царь Кир отпустил. И Кир назван Христом. Даже считаешь страшно. Помазай моему Киру, иди скажи. Так он язычник. Он ни дня не молился Богу, и его так должно. Тебе не рассуждать Бог сказал. Так говорит пророк Иеремия. Иди скажи. Помазанник. А помазанник означает Христос. В Славянской Библии стоит. Иди скажи Христу Киру. Даже не вяжется с ним. У нас были такие правители в России последние годы. Которые пошли другим путем. Сами занимали большие посты. Первые секретари были. Потом дали указание. Храмы вернуть. Храмовое имущество вернуть. И сказанное о них. Отражение. Бог изменяет положение. И ничего глупого и не понимает этого. Вы считайте Библию и смотрите. В том царе, который был у нас в России. Бог изменяет свое мнение. Смотри в истории Библии. Вот мы считаем Исаакия Далматского. Это житие одного святого. Который прямо говорил. Царю Валенту Арианину. Ты идешь на фронт. Открой храм православный. Как он закричал. Верни православных священников и писков. И ссылки. И победа на ударное обеспечено. И он его презрел. Потом отстрел. Останавливал. Бросил. Потом арестовали. И он говорит. Победа тебе не будет. Все. Его бросили в тюрьму. Абсарь погиб. А его освободили. Положение меняет через покаяние. Вот Салматерис Давид. 614 говорит так. Да коли вы будете налегать на человека. Все вы будете незренуты. Так как наклонившаяся стена. Как ограда пошатурства. Все. А они помилованы. А изменилось. Все знали. В этой войне выигрыша России никакого не светит. И вдруг открывает храм. В 43 году. Указание. Выпустить священников. Я разговаривал со священником. У меня раньше всего сохранилось на манитофоне. И он говорит. Я когда пришел в храме в борту. Надо службу вместе. А я не могу. Я упал. Ухватился за престол. Говорит. Стою в коленях и плачу. Что пришлось пережить. Все товарищи. Все расстрелили. И когда. Говорит. Сосылки из тюрьмы. Из лагеря стали вызывать. И в одно место кто. В одно место сбивает. В Красноярске. Я священник. А ты. А я. Куда нас вызвали. Зачем. Ну ясно на расстрел. Мы что и терпели. Так и засидели. Одни попы собрались. А ты с какой ссылки. Соседчики. Везут. Ни одного слова не. Они не скажут ничего. И Бог изменил ситуацию. Это в 43 году. Прохоровка. Курское отражение. Смотрите в истории Библии. Проводство. Ясно. Вы будете не длинуты. Как наклонившись со стенок. И говорит. Кто бы ожидал это. От тирана. От главного губителя страны. Такой поворот. И сразу семинарии открыли. Ну не так. Много и не так. Но ведь люди. Миллионы людей пришли в храм. Многие нахренки это увидели. И маленькие терпящиеся веры. А Господь это нахренце не угошло. От сколько людей это пришло в храм. А то мы говорим. Тиргианцы. Да. Сидите. Это неправильно. Но ведь миллионы людей перед Богом о право не отвечали. Слуха-то шла. Бог изменил ситуацию. Это уже определенно. Битва-то была выиграна. Великая тетя. Твоя нет. Уж на днях будем слышать как празднуется. Смотреть надо. Теперь много говорят о каком-то Ильи, Ильевах. Митрополит молился. Не знаю было или не было. Но ситуацию Бог сам меняет. Вот читаем книги снова. Салмопелец, Дави, 68. Но паразиты их Бог стрел. Внезапно они будут уязвлены. Я когда считаю это, нашу ответ только один. Люди, которые противятся Богу. И вдруг эти люди помилованы. А сегодня говорят, с иконами были. Моисея. Вот часто выступает местный уполномоченный по религиозным путям. Главный гонитель наш был. А приходят, сейчас выступают и говорят, я пришла баба, матерь и икона. И сам коммунист. То есть, многих оттранула к нам вплотную и подошли к погибели. Моисея в Второзаконе, 18.22. Если пророк скажет именем Господа, бывает такое, и слово то не сбудется, и не исполнится. Сказал, так говорит Господь и так будет. Что сделать с ним? А ничего не делать. Не Господь говорил сие слова, но говорил сие пророк. Поддержит это своей. Ну, сказать-то я сказал, а ведь именем Господь сказал, так говорит Господь Бог. Ничего, наказания никакого нет. Он именем Господь им сказал, вот это талажно. А наказание было, когда именем чужих богов говорили. И об этом мы сейчас прочитаем. Код 32.14. И отменил Господь Бог. Зло, о котором Он сказал, что наведет он народ свой, и не навел. Прямо было сказано, что если я сказал и не исполнилась, вы должны быть в этом милость Божия. Порок Иеремия 18.10. Но если он будет злое перед очами моими, и не будет слушать все голоса моего, то есть что Бог нам говорит, то я отмечу то добро, которое сказал, хотел навести, облагодетельствовать его, и наведу зло. Иеремия об этом говорит 26.3.30. Сафония 3.15. И отменил Господь Бог. Иговор над тобою. Прогнал врага твоего. А Иговор через Сафонию был точный. Ждет исполнение, Господь говорит, и отменил. Все раскаивались. Книга Испирь 9.27. Законы языческие, которые неизменно должны были выполняться. И неизменно постановление было о праздновании Пури. Вот это изменение, почему человеческое и вело к прославлению Бога. Вот читаем Иговор 9.8.15. Когда запутали царя, сома Ходомосора, и Болтатаром такая же история была, и они издали закон особый. И Данила бросил, и можно было бы избавиться. Нет, говорит, царь, закон этот тоже ты сам не можешь изменить. А царь, если полномочный, он может. И говорит, это слово твердо, как закон медиан и перцов, и не может быть отменено самим царем. Хорошо, сам подписал. А у Бога-то не так. Он владыка настоящий, сказанное, спокойно отменяет. А вот слово побить камнями. Старозаконие 13.13. И побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего. Я специально выбрал все места, где говорится о побиении камнями. Глава вина от Господа Бога старался отвратить. Старозаконие 17.5. И разузнай точно, что он говорил так. Выведи его и бей камнями до смерти. Старозаконие 22.23.24. Если за городом мужчина встретит девицу и делает ей насилие, а кричала и помощника не было, то она не виновна, а его побейте камнями. И если мужчина ляжет за мужью женщин, то обоих побейте камнями. Вот как говорить надо. Когда ты знал закон Божий и разрушал его. Игорь Левитт 20.27. Волхвователя побейте камнями. Число 14.10. Хотели они Масея даже побить. Но Господь наступился. Старозаконие 18.20. Так будет говорить человек пророчество с именем богов своих. Вот того побейте камнями. Иеремия 28.14. Говорится об удивительном времени для Израиля, когда Бог самое тяжелое лекарство дал. Как говорится, шоковая терапия. Павел отправляется в плен. А нашлись пророки, как Анания. Они стали говорить, ничего этого не будет. А вот так будет через два года вернуться все сосуды. Апопель Иеремия все их пророчества смел в одно место. Не будет этого расстояния, вроде нет. И все, что он сказал, неотменно будет. И ты, пророчествующий, ты не вернешься, ты умрешь в плену. Так все и случилось. Итак, имеешь дать пророчество, Павел говорит, пророчествуй по мере веры. Смиряйся со священным писанием, уповай на Бога. И апостол Павел говорит, хочу, чтобы вы все пророчествовали. То есть знали пророчество Господне и возвещали народу Божию. А в скором решении нашего Господа Иисуса Христа. Я не пророк, повторяю. Но говорю, что от этого объединения, русской православной зорио-церкви с московской патриархии, я не вижу ничего доброго. Совершенно. Но говорю, оно должно было произойти, они ничем не отличаются друг от друга. А чтобы было доброе, вот эти особенно 10 дней усилим нашу молитву. Нас Бог укрепил и указал, как нам дальше поступить. А если бы я вам как-то сразу сегодня сказал, я нигде ничего не мог открыть. Для меня не открыто только одно. Смирение просите, и ваша сила сидит спокойно. Аминь.